В столице республики Коми появится храм в честь святого равноапостольного князя Владимира. Символично, что эта церковь в честь просветителя Руси – крестильный храм. На закладке Дома Божия побывали наши коллеги из епархиальной пресс-службы. В комплексе кафедрального собора в честь святого Стефана Великопермского, крестителя Зырян, задуман еще один храм. В 1379 году святой Стефан возглавил миссионерский поход в эти земли, распространяя православную веру, которую за несколько веков до этого принес в пределы российского государства святой князь Владимир. Вот такая задача очень милая, очень нужная по воспитанию подрастающего поколения. Как креститель Руси когда-то очень бережно проводил христианизацию, его и назвали Владимира, поэтому Владимир Красное Солнышко, что при его правлении уже после крещения самого и крещения Руси не было смертных казней, что по Киеву шли обозы социальной благотворительности. И все удивлялись, откуда столько доброты появилось у князя Великого. Да потому что озарила его именно Вифлеемская звезда, потому что он принял святое крещение. Владимирский храм будет построен на пожертвование, точно так же, как и другие объекты комплекса Свято-Стефановского кафедрального собора. В данный момент необходимо оплатить сваи, которые будут находиться в основании церкви. И это строительство, оно, считаю, богоугодное, потому что мы подспели как раз первому дню поста под покров, как сказано, при Святой Богородице. И своими силами начинаем это дело. Сейчас будет фундамент до осени, и, даст Бог, начнем первые кирпичи ложить. Нас поприветствовал в письме ко мне лично глава республики Владимир Викторович Уйба. Пожелал в благом начале благопоспешения, Божьей помощи в этом богоугодном деле. Также продолжается возведение православной гимназии при кафедральном соборе. Те, кому не безразличен этот проект, помогают так, как могут. В частности, художник Василий Круцкевич пожертвовал 37 своих картин для учебного заведения. Это мой друг, я уже более 30 лет знаю его. Он сегодня является, он пенсионер, председатель творческого союза художника России в Волгоградской области. Надеюсь, что детям будет интересно, они узнают больше о России, больше узнают о храмах, которые есть. Ну и историю христианства, конечно, параллельно будут изучать и будут поддерживать их знания. Православная гимназия будет расположена в большом здании звонницы собора, строительство которой началось в 2016 году. Сейчас там ведутся внутренние отделочные работы, о жертвователях и благотворителях возносят молитвы в кафедральном соборе епархии. Продолжение следует...